сказал не устану напоминать вам ну чтобы мы нам напоминать это всегда надо чтобы мы не забыли путь бог благословит слава богу что он дал нам сегодня это время что мы можем собираться мы можем иметь это общение друг с другом и можем свободно обращаться к богу и сегодня день когда мы вспоминаем день когда христос въезжал в Иерусалим последняя неделя его жизни на этой земле я хочу прочитать это место это Луки Евангелие Луки 19 глава 28 стиха и когда приблизился к Вифагии и Вифании Кореи называемой Иллионскую послал двух учеников своих сказав пойдите в предлежащее селение вошедши в него найдете молодого осла привязанного на которого никто из людей никогда не садился отвязавший его приведите если кто спросит вас зачем отвязываете скажите ему так он надобен господу посланы пошли и нашли как сказал им когда же они отвязали отвязывали молодого осла хозяева сказали зачем отвязывать осленка они отвечали он надобен господу и привели его к Иисусу и накинувшие одежды свои на осленка посадили на него Иисуса и когда он ехал пости постелали одежды свои по дороге и когда он приближился к спуску с горы Иллионской все множество учеников нашего в радости многогласно славить Бога за все чудеса какие видели они говоря благословен царь грядущий во имя Господне мир на небесах и слава вышних это такое такой въезд устроили ученики ну и это было предсказано Исайя говорил что радуйся тщель ибо царь твой грядет на молодом осле говоря благословен царь грядущий во имя Господне мир на небесах и слава вышних некоторые фарисеи из среды народа сказали ему учитель запрети ученикам твоим но он сказал им в ответ сказываю вам что если он они вымолкнут то камни возопьют этого не могли остановить да Господь это допустил и это было о нем сказано и когда приблизился к городу то смотря на него заплакал о нем и сказал вот если бы и ты хотя в этот твой день узнал что служит к миру твоему но это сокрыто ныне от глаз твоих я представляю что состояние Господа он знал что будет с ними он дальше туда говорит что что ожидает город этот что ожидает этот народ за то что они не узнали 6 времени пришествия Господа времени посещения своего как часто у нас бывают такие моменты когда Христос Бог как-то касается нас но иногда мы можем не обратить на это внимание если вы как-то не расположены к этому не имеем общение с Богом близкого общения с Богом то мы можем тоже пропустить этот момент когда Бог хочет нам что-то сказать что-то хочет как где-то предостеречь где-то что-то употребить нас пусть Бог поможет нам чтобы мы всегда как-то знали этот день имели это общение с Богом имели эту связь с Богом чтобы нам всегда видеть действие которое он к нам обращает и сказал о если бы и ты хотя в этот твой день узнал что служит к миру твоему но это сокрыто ныне от глаз твоих и вот придут на тебя дни когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят тебе камня на камне за то что ты не узнал времени посещения твоего и вошедший в храм начал выгонять продающих в нем и покупающих говоря им написано дом мой есть дом молитвы вы сделали его вертепом разбойников Господь много напоминал говорил все свое время пока он жил на этой земле он как-то показывал им говорил что чтобы они поняли что это он именно пришел для спасения их для них но парисе похоже они не искали того не искали общение не искали это этой близости с Богом также как и иногда смотришь вот ну раньше я хочу сказать что в православной церкви в советском союзе священники попы они тоже не не искали Бога я знаю что многие из них были просто коммунисты которые шли на работу туда они шли туда на работу чтобы люди приходили ну поставили свечку послушали как бы слово которое они не могли разобрать потому что он говорил на распев на старославянском и чтоб люди не поняли этого ничего главное чтоб они пришли и чтоб они были спокойны чтоб они не возмущались не бастовали вот это вот их была цель чтобы мир чтобы люди были спокойны но сейчас многое я знаю что многие священники священники в церквях православных они говорят о Христе говорят чтобы читали Слово Божие чтобы искали Духа Святого чтобы они имели общение это близость с Богом даже когда однажды они подходят фарисеи подходят ко Христу и говорят уже прямо ну долго ли тебе держать нас недоумение если ты Христос то скажи нам прямо что ты Христос он говорит я сказал вам вы не поверили вы не верите и он говорит исследуйте Писание исследуйте Писание ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне что интересно они как-то ну было написано все о нем как вот как он как к нему отнестись как его приняли как его не приняли то это все было написано они же знали Писание но они не соглашались с тем и они даже когда Никодим пришел он говорит мы знаем что ты пришел от Бога потому что таких дел никто не может творить если не будет с ним Бог но они как и коммунисты многие коммунисты говорили что мы знаем что Бог есть но мы просто боремся против него мы как-то хотим чтобы победить его но Бог говорит нам дает нам такое чтобы мы следовали за ним и Бог дает силы тем кто приближается к нему кто ищет его он посылает силу нам но и когда когда Христос вошел в этот Керусалин когда он на следующий день приходил и учил и парисеи все старались как бы найти против него чтобы осудить его искали повода чтобы убить его и он приводит притчу такую и говорит а как вам кажется у одного человека было два сына и он подошел к первому сказал сын пойди сегодня работать в винограднике моем но он сказал в ответ не хочу а пусть я раскаившись пошел и подошел к другому он сказал тоже этот сказал в ответ иду государь и не пошел который из них из двух исполнил волю отца говорят ему первый Иисус говорит им истинно говорю вам что мытари и блудницы вперед вас идет царство божие ибо пришел к вам Иоанн путем праведности и вы не поверили ему а мытари и блудницы поверили ему вы же и видевшие это не раскаялись чтобы поверить ему и здесь еще я хочу прочитать притчи которые он говорил о том имена чтобы как-то достучаться до их сердец чтобы они как-то увидели и уразумели и он выслушайте другую притчу был некоторый хозяин дома который насадил виноградник обнес его грады выкопал в нем точила построил башню и атаку виноградарем отлучился когда же приблизились время плодов он послал своих слуг к виноградарам взять свои плоды виноградари схвативши слуг его иного прибили иного убили а иного побили камнями опять послал он других слуг больше прежнего и с ним с ними поступили так же наконец послал он к ним своего сына говоря постыдятся сына моего но виноградари увидевши сына сказали друг другу это наследник пойдем убьем его и завладе наследством его и схвативши его выбили вон из виноградника и убили и так когда придет хозяин под виноградника что сделает он с этими виноградарями говорят ему злых злодеев этих придаст злой смерти а виноградник отдаст другим виноградарям которые будут отдавать ему плоды во времена свои иисус говорит им неужели вы никогда не читали в писании камень который отвергли строители тот самый сделался главой угла это от господа и есть дивно в глазах наших потому сказываю вам что отнимется от вас царство божие и дано будет народу приносящему плоды его он показывал им что говорил и они потом поняли что он они говорит и искали убить его но как как он сказал отдано будет народу приносящему плоды его пусть бог благословит чтобы нам иметь это общение этого чтобы нам приносить плоды нам которым бог открыл сейчас почему израиль не может как бы принять это иисуса христа есть люди евреи которые служат богу но большинство в основном открыто сегодня спасение нам язычникам и когда войдет полное число язычников тогда это благодать перейдет на израильский народ когда закрыто будет для нас для язычников пусть бог поможет чтобы мы в наше время которое бог нам дал сегодня чтобы мы были верными ему чтобы мы как-то не отошли и старались принести плоды в жизни нашей я хочу прочитать еще то что потому что он дает он укрепляет нас и он посылает нам все потребное для жизни благочестия он дает нам все помогает нам он видит наши нужды он видит нашу жизнь и он хочет помочь нам чтобы мы приносили плод он говорит он даст утомленному силу это исаи говорит сорокое главе он даст утомленному силу и изнемогшему дарует крепость утомляются и юноши и ослабевают и молодые люди падают а надеющиеся на господа обновятся в силе поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не томятся слава богу что бог дает силу укрепляет нас я хочу прочитать что последнее время когда христос уже перед тем как уйти с этой земли он ученикам своим говорил много о том чтобы они как-то были с богом и видели путь следовали за ним это написано евангелие от я на 13 а 14 главе такие слова да не смущается сердце ваше веруйте в бога и в меня верите в доме отца моего обители много а если бы не так я сказал бы вам я иду приготовить место вам и когда пойду и приготовлю вам место приду опять и возму вас к себе чтобы вы были где я а куда я иду вы знаете и путь знаете вам а сказал он господи не знаем куда идешь и как можем знать путь иисус сказал ему я путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня никто не приходит к отцу как только через меня есть единственный путь да только христос он есть путь и как некоторые стараются говорят ну я же хороший человек я плохого ничего не делаю я делаю добрые дела и тут христос именно обращает на это внимание что не добрыми делами не каким-то званием и каким-то богатством как мы сегодня слышали богатство но наоборот может увлечь человека я так думаю что ну богатому как христос сказал богатому трудно войти в царство небесное потому что вот это она как-то уводит соблазняет человека я думаю почему мы ну не стали богатыми например то такая мысль слава богу что мы у нас нет этого богатства почему потому что бог видит сможем ли мы устоять в это в этом богатстве сможем ли мы тогда это быть с богом если у нас будет такое богатство не не извратится ли наше сердце до от этого ну пусть бог поможет нам чтобы и в том что мы имеем чтобы быть верными иногда может быть и не богатый а все равно можем как-то уклониться и и дальше он говорит в двенадцатом стихе истинно истинно говорю вам верующие в меня дела которые творю я и он сотворит и больше этих сотворит потому что я к отцу моему иду если чего попросите у отца во имя мое то сделаю да прославится отец сыне если чего попросите во имя мое я то сделаю если любите меня соблюдите мои заповеди я умоляю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины которую мир не может принять потому что не верит не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и вас будет не оставлю вас сиротами приду к вам туда христос говорит о том что он не оставит нас и мы верим и мы знаем и мы чувствуем что господь всегда с нами где бы мы ни были какие бы обстоятельства но кажется иногда кажется господи вот ну если сейчас ты не поможешь но что-то будет но не получится ничего но бог никогда не опаздывает бог никогда же я вспоминаю тот случай когда к нему подходят и говорят друг твой лазарь болен и он горит рук лазарь болен и он пробыл еще там три дня потом говорит лазарь уснул я иду разбудить его они гадну слов значит выздорове он говорит лазарь умер иногда я представляю состояние их и его сестер марии марфы и когда он пришел к ним они говорят господи если бы ты здесь был не умер бы брат мой наших нашей жизни бывают такой и такие моменты думаю господи но если ты сейчас не поможешь то все уже ничего бог не опаздывает и даже когда он умер если бы ты был здесь он бы не умер и когда он умер бог знает свои цели он пришел для того чтобы разбудить его поднять его то если мы доверяемся господу иногда трудно знаете самое самое легко в жизни что самое легко в жизни это давать советы мы можем задавать советы когда у кого-то трудности ну давай вот ну укрепись давай бог поможет мы можем столько советовать а когда то же самое касается нас трудно тогда уже и советы не помогают и свои же советы не помогают потому что человек есть человек или все люди мы все так переживаем но бог утешает нас и говорит что не оставлю вас сиротами приду к вам пошлю духа святого он говорит лучше для вас если я уйду если я не пойду дух утешит и не придет вам здесь он говорит это сказал я вам находясь с вами утешите же дух святой которого пошлет отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам мир оставляю вам мир мой даю вам даница не так как мир дает я даю вам да не смущается сердце вашей и да не устрашается пусть бог благословит каждого из нас в этой жизни чтобы христос вошедший в наши сердца как он ваш входил в иерусалим также чтобы он жил в наших сердцах в нашей жизни пусть бог поможет нам искать лица его пребывать с ним чтобы мы были как это ветвь на лозе ветвь которая не приносит плода написано он отсекает и такие ветви засекают изжигаются но мы должны питаться этим соком как один брат привел пример говорит вот это если вы так представить себе большая труба идет благодати божией и каждый подключается к этой трубе кто-то маленькую трубочку подсоединил и питается и кто-то большую трубу подсоединил питается и насколько мы подключимся насколько мы будем питаться этим соком этой благодатью этим духом святым в этой жизни тем больше мы можем приносить плоды пусть бог поможет нам чтобы мы чтобы мы пили из этого потока не просто понемножку трубочка а большими потоками чтобы благодать была в нашей жизни пусть бог благословит нас каждого из нас всех нас пусть бог поможет нам чтобы быть светом в этом мире чтобы еще многие как бог сказал видя свет наш пришли прославили господа бога в день посещения ему за все вечная слава спасибо